Станция Пятницкое шоссе Московского метрополитена открыта 28 декабря 2012 года. Станция построена колонной двухпролетной с асимметричной цветовой гаммой отделки. С одной стороны путевая стена отделана черным мрамором, с другой белым. Колонны облицованы полированным мрамором скорлупа переменной толщины. Надписи наименования станции на путевых стенах изготовлены из полированного мрамора, противоположного с цветом стены цвета. Пол платформы выполнен из черного полированного гранита, а также из термообработанного гранита по краям платформы. Потолок платформенной части является подвесным и изготовлен из композитных ячеистых трехслойных алюминиевых панелей. Станция освещается двумя рядами ламп над посадочными платформами. Особенностью конструкции станции является то, что она изогнута по дуге. Таких станций в Московском метрополитене всего 5. 2 января 2013 года в 20 часов 20 минут по московскому времени осыпалась плитка облицовки потолка в кассовой зоне северного вестибюля. Никто не пострадал. Вестибюль был временно закрыт для входа и выхода пассажиров. В 23 часа 5 минут все неполадки были устранены и обслуживание вестибюля возобновилось. В октябре 2014 года Совет ветеранов Москвы предложил к 70-летию победы в Великой Отечественной войне переименовать станцию метро Пятницкое шоссе в оборонную, чтобы увековечить защитников столицы в 41-42 годах. Однако этот проект не был реализован. Существовали предложения построить линию легкого метро по аналогии с Бутовской линией до Зеленограда. Длина линии составила бы 25 километров. Однако они были впоследствии отклонены столичными властями. Существует вероятность строительства за Пятницким шоссе еще одной станции Рождествено. Она отмечена как перспективная, однако никакого строительства не ведется и в ближайшей перспективе не планируется.